Всем привет! Вы на канале Золотые ручки, подарки своими руками. Зовут меня Елена. И сегодня я вам хочу показать, как из всяких разных маленьких, больших лоскуточков будем вырезать квадраты 15 на 15 сантиметров и сделаем очень важную вещь для своих питомцев, своих любимцев. Да! В такой технике раньше шили лоскутные одеяла. Лоскуты можно брать любые, но желательно, чтобы они были с мелким рисунком. Я нарезала квадраты 15 на 15 сантиметров. Две кучки темные, две светлые. Сшиваю по два квадрата светлый плюс темный. Один сантиметр от края. Разрезаю ниточки и заутюживаю. Шов направляю вот этот припуск на темную сторону. Сейчас нужно сшить 4 квадрата. Беру две заготовки, располагаю темные и светлые квадраты в шахматном порядке. Складываю их лицом друг к другу и прошиваю. По трем сторонам, прямой строчкой на расстоянии 1 сантиметр от края. Продолжение следует... Опять разрезаю все ниточки. И сейчас нужно прошить оставшийся край. Вот в таком положении, чтобы получился квадрат. И оставляю промежуток для выворачивания. Я прошила последнюю сторону и сейчас выворачиваю на лицевую сторону. Расправляя очень хорошо углы. Затем эти квадраты обязательно нужно проутюжить. Готовый квадрат получился 18 на 18 сантиметров. В такой технике можно сшить одеяло. Такое одеяло будет называться есенинским одеялом. А также можно сшить покрывало в такой же технике. Но я буду сшить лежанку для кошки. Поэтому эти квадраты я довольно объемно набиваю наполнителем. Если вы шьете одеяло, можно положить квадрат из синтепона. Отверстие для выворачивания я сшиваю вручную. И наживляю по диагонали, чтобы у меня точно совпали две стороны. Вот такие хорошенькие получились у меня подушечки. Сейчас можно выложить и предварительно посмотреть, какой вам хочется рисунок в результате получить. Я сделала, чтобы квадраты совпадали. И далее остается сшить все эти подушечки-квадраты. Это можно сделать большим широким зигзагом. Я же предварительно сначала все квадраты сметала, а потом только приступила к сшиванию на машинке. На машинке я сейчас прошью все декоративной строчкой. И я сошью все не только там, где я вручную прошила, а также я простегаю вот в этих местах все одеялко свое. Музыка. 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 Вот такой результат получился. И сейчас мне осталось сшить углы. Я это сделала вручную. Сейчас можно вот так подвернуть бортики, чтобы они были потолще и помягче. И лежанка готова. Но мне захотелось, чтобы бортики эти были, остались высокими вот такими же. Поэтому я сшила и еще 10 подушечек. Для того, чтобы бортик у меня был высоким и двуслойным. Ну что ж, подшиваю этот дополнительный бортик из 10 подушечек. Кроме этого, из поролона толщиной 5 сантиметров я решила сделать матрас. И вот смотрите, что в результате получилось. Какая шикарная лежанка для кошек. Они у меня стесняются на видеокамеру не ложатся на нее. Но сейчас они даже иногда спят вдвоем здесь. На этом все, мои хорошие. Всем пока-пока и до новых встреч!